Ну вот, давайте про Мисковского я все-таки скажу несколько слов, про его шестую симфонию. Она была написана практически ровно, ну плюс-минус сто лет назад. И Мисковский, кто такой был Мисковский? Он родился, по-моему, в 81-м году, на сто лет раньше, чем я. Я в 82-м году родился, 20-го века. Он в 81-м, 19-го. И он был офицером царской армии. Он прошел в этом качестве Первую мировую войну. Остался в России, не уехал, не эмигрировал. И он видел весь тот ужас, который происходил в уже советской России в 20-х годах. При том, что этот человек не был женат, он всю жизнь прожил холостым. У него очень интересная судьба. Но уже в старости за ним, по-моему, сестры какие-то ухаживали. Я точно могу ошибиться. Я не знаю таких деталей биографии Мисковского. Но интересно, что он никогда не был женат. Такой тоже момент интересный. И, кстати, связанный во многом с тем, что он написал 27 симфоний, а не 10, как многие другие его современники. Он был офицером царской армии и, тем не менее, почему-то не эмигрировал. Причем, будучи сыном какого-то то ли священника, то ли какого-то высокодуховного человека, он остался в России. Видел весь этот ужас, который был в 20-х годах. И в какой-то момент, по его воспоминаниям, он в Москве присутствовал на митинге, где какой-то красный такой революционер, один из таких, заводил того времени, такой спикер, на митинге в Москве кричал. То есть кричал он следующую фразу. Смерть, смерть, смерть врагам революции. То есть машина поглощения вот этих вот баранов, которые в те 20-е годы, 20-е годы прошлого века остались в России, она по полной завелась, эта машина, и поехала. То есть именно тогда начались репрессии, тогда началась гражданская война, и Мисковский был свидетелем этого митинга. И вот он слышал этот выкрик на митинге «Смерть, смерть, смерть врагам революции». И он потом видел все, что происходит после этого. И его симфония, шестая, она начинается именно с этих слов. Смерть, смерть, смерть. Там звучат три аккорда. Там-пам-пам. Вот послушайте начало шестой симфонии и то, как потом все это развивается дальше во времени, на протяжении этой, ну сколько там, минут 50, 50-минутной симфонии получается, 40-50, не помню точно ее длительность. Вот этот возглас «Смерть, смерть, смерть», он постоянно повторяется на протяжении всей симфонии. То есть он идет как элитмотив. И то есть насколько глубокая была рефлексия у человека сто лет назад, и перенестись. Это история циклично. Сейчас во многом происходит то же самое, что происходило сто лет назад. История циклично. И стоит задуматься над тем, что происходило в голове человека творческого, такого настоящего подлинного художника сто лет назад. И он очень остро рефлексировал на эту тему. То есть вот это его минутное впечатление, когда он вдруг оказался на этой площади, где какой-то революционер орал на публику, что смерть, смерть, смерть врагам революции. Насколько это отразилось в его душе, насколько это стало плодом деятельности его сознания, что он написал целую огромную симфонию на эту тему. И симфония, да, состоит из четырех частей. Сейчас будет немножко такой мусс литературы. Симфония состоит из четырех частей. Значит, в первой части это такое быстрая, очень экспрессивная сонатная аллегра, мрачная, где постоянно повторяется вот этот ритмотив. И мы погружаемся вот в эту действительно какую-то очень экспрессивную, почти такую рок-атмосферу. То есть атмосферу, когда нас окружает вот это какая-то фатальное нечто, постоянно продуцирующая информацию о смерти. И очень интересный конец по этой первой части, Шестой симфонии Мисковского, обычно части симфонии не заканчиваются, но первой, да, заканчиваются как-то громко, ярко, эффектно. Вот там скорее отсылка идет к пиковой даме Чайковского, о которой я говорил на предыдущем стриме. Там какое-то такое умирание идет, засыпание какого-то старого организма, как графиня в пиковой даме Чайковского, которая еле-еле уже соображает, то есть у нее есть что-то мерещится, у нее жизнедеятельность, она замедлена до крайней степени. И вот в Шестой симфонии Мисковского, вот это какая-то мертвенность в конце, она очень ярко выражена музыкальными средствами, это очень здорово. То есть стоит действительно в это погрузиться, послушать, понять, что это такое. Вот, очень классная скерция, это вторая часть, тоже агрессивная, такое практически, ну такой хэви-метал того времени, если вернуться на сто лет назад. Вот, и, ну, там дальше медленная часть с прекрасной совершенно мелодией, как главная тема, которая потом переходит в финал, в четвертую часть, и в четвертой части появляется хор. Хор написан на, там, слова, да, он написан на духовный стих. Вот, духовный стих, он звучит так, сейчас я найду в интернете. Я даже зачитаю. Что мы видели, дива дивная? Дива дивная, значит, немножко не так, что мы видели, диву дивную, в женском роде. Диву дивную, телу мертвую, как душа-то с телом, расставалась и допрощалась, как тебе-то душа, на суд божий идить, а тебе-то тело, во сыру, во землю. Вот, то есть, осмысление темы смерти, оно выходит на духовный уровень, на уровень осознания того, что жизнь не заканчивается смертью. И в этой четвертой части звучит революционная тема французская, которая, да, вот, перемежается с этим духовным стихом, то есть, некая стихия смерти, стихия вот этого вот бунта какого-то, вот этих вот всех исторических перипетий, когда бараны идут на убой за ту или иную идею, она вдруг перемежается с духовным стихом, с осмыслением того, что, так сказать, тело высору землю, а душа идет на суд божий. И очень интересно, что эта симфония, она была написана в 20-е годы, она тогда исполнялась в конце 20-х годов, уже в 30-х, и, как бы, никого, видимо, никого тогда еще не коробило, не коробил тот факт, что, ну, какой-то духовный стих звучит, там, душа бессмертная, она куда-то на суд божий уходит. И, в общем, советую всем, кто не знает эту симфонию, обязательно, обязательно послушать. Вот я, наверное, закончу на этом тему про смерть музыки, потому что у нас сегодня немножко другая тема стрима. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok